Провитание сябры. Ну что, я Алексей Ткачук. Чем занимаешься? Расскажи. Для тех людей, которые я не знаю. Я не знаю, кто я. Я СММ-стратег, блогер, подкастер, стартапер, маркетолог. Наверное, в большей степени маркетолог. Расскажи про твой опыт в агентстве CETR, потому что все, с кем я общаюсь, они хотят быть на вас похожими. Они хотят либо работать в CETR, как для молодежи, либо открывать похожие агентства. Ну, это классно, что люди хотят делать что-то большое, потому что CETR с большого детства. Я проработал полтора года в агентстве. Со мной связался Женя. Это было в 2018 году, по-моему, весной. Говорит, слушай, Лех, какое дело, хочу предложить тебе работу. В тот момент я работал с СММ-директором в креативном агентстве Дитбук в Беларуси. И полностью был доволен своей жизнью. Прямо было все хорошо, я не хотел менять работу. Как раз была впереди свадьба, я типа точно не хотел двигаться. Мне предложили работу руководителя отдела стратегии. Мне этот момент очень нравился, именно заниматься стратегией. Я согласился. Переехал я в августе, и к тому моменту моя позиция оказалась занята. И мне предложили альтернативу руководителя проектного направления. Я был, в принципе, связан с проектным менеджментом, но не могу сказать, что мне сильно хотелось заниматься именно проектным менеджментом. У меня было в подчинении большое количество отделов, в том числе стратегии. И мы в большей степени занимались как раз-таки развитием стратегии, экспериментами, ну и тендерами. Ну и в том числе, конечно, какими-то проблемами проектами. Вот. Спустя год я начал подвыгорать, наверное, потому что в проектной деятельности очень большая проблема заключается в том, что ты не чувствуешь собственного результата. Особенно, когда ты руководишь руководителями других отделов, которые руководят людьми, которые делают проект. Ну, ты как бы, да, ты вбрасываешь, допустим, идеи, которые как могут сделать проект, что-нибудь еще, там, входишь на тендер. Но ты не чувствуешь, что от собственного я сделал. И это меня очень сильно вымораживало. Видимо, Женя с Сашей, это руководители Setters, увидели это и предложили мне возглавить направление Setters Education Online и развивать онлайн образование агентства. Так как я много выступал, мне, в принципе, нравилось образование онлайновое, я согласился, потому что это собственный проект. Ну, то есть ты чувствуешь, что ты делаешь что-то. Я проработал на этой позиции примерно полгода и из нее выиграл еще больше и ушел. Потому что, когда ты работаешь с практикующими специалистами, самая большая проблема, это, предупреждая всех, кто хочет делать какие-то онлайн-курсы с практиками, заключается в том, что ты всегда на вторых ролях. То есть любое образование, оно как бы менее важно для практика, чем его текущих проектов. Соответственно, когда я работал с руководителями, все фироритет всегда ставили, конечно же, свои проекты, а работы у всех дофига. И получается, что у тебя горят дедлайны, потому что ты зависишь от других людей, у которых тоже горят дедлайны, вот это все переносится. И переносился старт примерно три месяца, хотя до этого уже была проделана большая работа. И вот это вот суммарное накопленный какой-то внутренний негатив, недовольство со своей позицией вынудил меня уйти и заняться исключительно блогом. Плюс я блог делал к тому времени примерно четыре года, ну там три с половиной, и все время работал как бы на двух работах. И это очень тяжело выматывает. То есть ты работаешь в фулл-тайм в офисе, потом приходишь домой и еще в фулл-тайм работаешь над блогом. Кто ведет блоги, меня понимает. И я ушел. А по поводу Satters. Это очень крутая команда, динамика, очень быстрая интеграция любых изменений. В таком темпе, конечно, бывают КСП, то есть всегда они есть. Я не считаю какое-то, допустим, агентство непогрешимым, в любом случае есть, но не косячит тот, кто ничего не делает. То есть это абсолютно нормально. И мы делаем очень много всего. Реально команда, я до сих пор общаюсь с большим количеством людей и сотрудничаю с некоторыми специалистами. В том числе, допустим, мы сейчас запускаем стартап для подкастов. Мы делаем небольшую команду людей, которые оттуда как раз-таки ушли на свои проекты. И сейчас мы объединились в проект Mayve Digital. Кто хочет быть похожим, ну, наверное, как референс, брать агентство, которое не только делает, но еще и занимается собственным продвижением, это как бы классно. Потому что одна из больших проблем сегодня агентств в том, что они занимаются клиентственными проектами и не занимаются собственным маркетингом. Но при этом надо понимать, что ресурсов на это уходит очень много. То есть это съедает большое количество маржинальности. В перспективе это окупается, но с точки зрения инвестиций, то есть у нас в какие-то моменты только на внутреннем пиаре, ну, на внутреннем продвижении агентства уходило 400, 500, больше часов работы специалистов просто отдельно, которые занимаются только собственными соцсетями и какими-то пиарами кейсов. То есть как референс брать, это, конечно же, правильно. Делать такое же, ну, скорее всего, не получится. Ну, то есть копирпать, ну, вам будут всегда говорить, а, вы как сайтерс, то есть я не считаю, что это как бы классно. Делать что-то свое, да. Заниматься продвижением собственным, точно да. Ну, и кроме того, конечно же, быстрый взлет невозможен без каких-то громких проектов, которые, в принципе, очень быстро твоими птимут вверх. По поводу громких проектов, у большинства агентств, команды, большая проблема найти крупных заказчиков, клиентов. Первый вопрос. Какое соотношение в агент-ресетрах было тендеров, там, каких-то таких вот крупных компаний? Ну, смотри, в процентах я не скажу, ну, потому что, в принципе, это уже под NDI уходим мы. Но надо понимать, что все крупные клиенты берутся практически всегда через тендер. Если ты уже сотрудничал с клиентом, и он может к тебе прийти повторно на, опять же, на, конечно же, проект какой-то дополнительный, но глобально большая часть проектов идет через тендер. И тут надо принимать внутренние решения, сколько тендеров в месяц брать. Потому что либо в них участвовать качественно и тратить на подготовку тендерного предложения, допустим, по СМС, 150-200 часов на разработку команды, это дорого. Либо же не участвовать вовсе. То есть, какой-то полной меры, на мой взгляд, не подходит. Соответственно, тендер, конечно же, в перспективе окупается, но тут вопрос в том, сколько их брать параллельно. Потому что тендер может длиться длительное время, решение может приниматься долго. И всегда это непрогнозируемое количество тендеров. То есть, это всегда проблема. То есть, чем больше команда, тем проще вытягивать, допустим, там, какие-то неожиданные интересные тендеры. То есть, если тебе приходит какой-нибудь Aeroflot S7, ну, ты вряд ли скажешь, ну, типа, берешь, жалом поводил, такой, не, я не буду брать этот тендер. Конечно же, ты будешь его брать. И вопрос, куда его запикивать. Соответственно, в целом, работа с крупными заказчиками, это всегда какая-то должна быть команда. Большая желательно, чтобы это масштабировалось внутрь. И это надо быть готовым к постоплатам. То есть, это вещь, которая не задумывает сама антиагентство. Я часто конкуритирую как раз-таки региональное агентство, в котором мы хотим работать с большими заказчиками. Практически все они не готовы, потому что это надо иметь хорошую оборотку. Ну, просто по причине того, что постоплата может быть, допустим, 90 дней после подписания актов. То есть, соответственно, это почти 120 дней. Ну, это не из-за яда вон выходящей ситуации. А если тебе там требуются какие-то бюджеты или нет, и просто платить команде, ты, получается, работаешь там 3-4 месяца, и потом только видишь деньги. Это вытягивают не все, а некоторые агентства из этого гибнут. И второй пункт, который у нас будет очень сильно готовым, это, конечно же, менеджмент. То есть, крупный клиент, он требует абсолютно другого уровня коммуникации, абсолютно другого уровня менеджмента задач. То есть, и в целом, если, ну, допустим, моя в очередь на SMM, если мы говорим про SMM-проекты какие-то большие, менеджмент самого проекта может занимать 30-40-50% от всего бюджета, ну, от работы специалистов. То есть, просто на управление, просто на коммуникацию с клиентом. Поэтому, к большим клиентам надо дорасти. То есть, это прям сложный путь. Следующий вопрос. Так получилось, что где-то полтора-два месяца назад я в инстаграме вложил пост, стрелил деньги в маркетинге. И буквально через 2-3 недели вижу у тебя тоже похожий пост. То ли случайность, то ли, не знаю, там, общее информационное поле в маркетинге. К этому приходят степенно. Я в своем посте написал, что маркетинг, SMM, это сложные деньги. Это куча времени, это куча стресса. Это не такие простые действия, которые нужно совершить. Раз, два, три, как там на вебинарах, на курсах. Сейчас вот зеленых ребят там учат. И ты, по сути, написал тот самый, раскрыл как раз проблемы, с которыми ты сам сталкивался. А, ты про один стол. Почему я не хочу делать свое дело? Можно раскрыть, потому что на самом деле, что у меня, что у тебя эта тема вызвала большой резонанс. Потому что это необычно. Большинство людей говорят, нет, идите в SMM, там есть деньги, там есть возможности, удаленная работа, куча клиентов. А тут, получается, нет, с обратной стороны. Ну, я бы так сформулировал. То есть все познается в сравнении. Для кого-то, допустим, потенциал выхода на какие-нибудь 100 тысячи рублей в месяц, это очень большие деньги. В социальных сетях, в продвижении социальных сетях, даже фрилансер может найти, в принципе, результаты выйти. Не через месяц, конечно же. С каким-то бэкграундовым опытом я не считаю, что это какая-то невозможная сумма оплаты работы специалиста. Даже дизайнеры, моушн-дизайнеры, копирайтеры, в целом на эти деньги, на удаленки выйти, я считаю, могут без проблем. То есть, да, адекватные. Не каждый. У меня был больше поинт в том, что почему я не хочу открывать свое агентство. То есть, наверняка, меня прям постоянно заваливают вопросами, типа, а как твое агентство, а когда ты будешь его развивать и все остальное. А я как бы максимально не хочу, в том числе и потому, что там, я считаю, что денег много не заработать. То есть... Много такого, например, миллион, два, три, позиции. Ну, миллион, два, три для меня это небольшие. Ну, то есть, это достижимые деньги фрилансеру. Ну, вот, я не могу сказать, что я до этих денег не дорасту никогда. С тем учетом, что агентство, чтобы зарабатывало миллион, два, три, это должно быть уже... Я даже не знаю, какой должен быть оборот. То есть, это, мне кажется, 50 миллионов в месяц и выше. Какие-то такие деньги. Ты считал маржинальных, сколько ты поставил? По-моему, в районе 4-5% какие-то такие показатели. Я не помню точно. Я тебе значения гугли, они были 2018 года, но это средний по рынку. Понятное дело, что есть агентство с хорошей маржинальностью, но львиная доля агентства в принципе не достигает какой-то прибыли. То есть, там часто собственник может зарабатывать меньше, чем его сотрудники. Такая ситуация распространена. С тем учетом, что мне нравится быть именно специалистом, мне нравится заниматься стратегией, развивать бизнес и оставаться в этом. Ну, не получится. Ты либо то делаешь, либо это делаешь. Соответственно, я просто, ну, для себя этого перспективы не понимаю. Люди, которые хотят открывать свое агентство, ну, как бы, надо понимать, что это еще более сложный бизнес, чем обычный бизнес, потому что это B2B, 100% и это маркетинг. А в России маркетинг – это что-то не самое важное и ты должен постоянно доказывать, что ты кому-то нужен, что ты что-то делаешь, так как рынок достаточно необразован. Ситуация меняется, но глобально пока проблема огромная остается. И получается, что ты как бы знаешь и понимаешь, как сделать хорошо, но при этом постоянно вынужден доказывать свою правоту. И тратить на это безумное количество ресурсов, времени, типучка и все остальное. И получается, что как бы возможно, иногда, если ты очень хорошо знаешь маркетинг, проще развивать какой-то свой бизнес более реальный, чем именно такой вот субподряд делать удаленный какой-то отдел рекламный для клиентов. Потому что, опять же, с маленькими клиентами работать супергеморойно, то есть это один из самых сложных сементов бизнеса. А со средними туда надо еще дорасти, то есть туда выходят, в принципе, далеко не все. Маленький, средний, я просто давай обозначу, мне очень сложно здесь говорить про, ну, там, допустим, маленький это 100 миллионов в год, допустим, а средний это крупнее. Это восприятие, допустим, то есть, когда у клиента появляется отдел маркетинга, именно отдел, это уже средний бизнес для меня. То есть отдельный маркетолог, или там какие-то пары человек, это малый бизнес, или его отсутствие. Есть, то есть, предприниматели, есть малый бизнес, когда уже есть маркетолог, есть, допустим, команда, которая для тебя делегирует какие-то ответственности. То есть за среднего бизнеса, вот если так очень утрированно, да, дорасти. То есть сначала ты работаешь с предпринимателями, потом с каким-то маркетологом. Ну это все очень... Ну, такая идея, как будто нет работы. Они тебя будут постоянно контролировать и говорить тебе, как там сделать свою работу. Либо не будут понимать у тебя результата по причине недобрейфовки, по причине неправильной постановки целей, и там клубок просто проблем разматывается безумной. К среднему надо дорасти. У средних начинается постоплата и все остальное. И это уже не один год развития, скорее всего, если мы начинаем с нуля. То есть плюс, надо уметь в бизнес, надо уметь в менеджмент. И когда ты строишь свое агентство, быть менеджером намного важнее, чем маркетологом. То есть да, то, что ты маркетолог на старте, что ты умеешь делать, тебе поможет в первые месяцы. А дальше тебе надо строить команду, потому что смысл заниматься дальше руками, если ты делаешь агентство. Нет, тебе надо как раз максимально развивать сотрудников, активировать ответственность на них. Я ненавижу отдавать свою ответственность на других людей. Это прямо меня вырубает. То есть если под чем-то есть мое имя, значит я должен проконтролировать вообще все. Да, это неправильно. Я это прекрасно понимаю, но я такой человек и не хочу с ним бороться. И поэтому в агентстве нет ничего такого романтичного. Это огромное количество проблем с командой, с кадрами, с постоплатами, с дебиторкой, с привлечением клиентов. Потому что одно дело, когда ты агентство с сформированным пулом или, допустим, со свидетельничным брендом, на которое тебя просто приходят, потому что тебя знают. Другое дело, когда ты должен прерваться в этот топ-офф-майн клиента, чтобы о тебе начали говорить. И это очень много ресурсов, это очень много времени. Поэтому агентство, ну так, первый год обычно это, ну если вновь он сработал, уже хорошо. И я много людей знаю, кто открыл свое агентство, но обычно они не рады этому. Ну то есть еще мало, ну то есть, допустим, та же история Северс, которая многих вдохновляет. Это на самом деле уникальная история, совпадение ситуации, времени, команды, которая работала над этим проектом. То есть ее повторить будет очень сложно. И скорее всего у многих не получится. Я знаю многие агентства с такими же классными командами, но которые не имеют такого, допустим, медиа внимания и влияния. Тут, наверное, вот большое влияние именно основателей и их принципов, ну как и отец, так и подобно, да? То есть вот прикольные ребята, да, там как будто с нами такие люди. Да, были. Нет, они не умерли. Ты знаешь, я когда-то мечтал работать в отец. Ты стали удивлять тебя? Когда я только начинал свою СММ-карьеру, это было, ну типа, прям давно. Тогда мне казалось, RedKets это вот просто, вот есть москвичи, в которых хочется работать. Вот типа они делают реально классные, креативные проекты. А потом они, скорее всего, проекты какие же классные начали делать. Ну либо вокруг появились еще более классные ребята, либо они как будто из моего медиаполя ушли. А за последний год, ну очень ходило много слухов в том, что они вообще закрылись, что-то у них было не очень все хорошо. Потом вроде бы как они не закрылись. Но глобально очень жалко. Ну то есть, я знаю кучу ребят оттуда, выходцев, и которые сделали свои агентства. И в принципе, ну классная команда. Почему так произошло, я к сожалению не знаю. Но определенно, это мое субъективное мнение, то, что сегодня представится бы агентство, совсем не разнозначно тому, что оно представилось бы, допустим, пять лет назад. То есть, они перестали быть законодательным модом. Понял. Давай поговорим про твой блог. Есть ли он секрет, сколько ты на нем зарабатываешь? Много. До миллиона, больше миллиона. Больше. Это больше консультации, обучения? Я, как бы, веду табличку учета своих доходов. И она состоит, по-моему, сейчас из 15 пунктов статей дохода. Я не могу сказать, что я завишу от какой-то конкретной. То есть, у меня, допустим, в какие-то месяцы может реклама стоять до 30%. Иногда, допустим, сейчас, так как я неожиданно для себя начал делать курсы, а курсы могут произносить достаточно много. Но глобально, если что-то от чего угодно упадет, я, типа, переживу вообще без проблем. То есть, я каким-то образом диверсифицировал свои доходы, и все занимает по чуть-чуть. То есть, у меня есть и консалтинг, у меня есть стратегии, у меня есть аудиты, у меня есть реферальные программы, сервисы, какое-то амбассадорство, рекламные контакты. Да, мы с ним очень хорошо дружим, и по партнерской программе LiveDune за время сотрудничества, это несколько лет, я вывел больше миллиона рублей. Ну и, как бы, все растет каждый месяц. Ну, у них вообще классно программы. Ну, и в целом, я сейчас, скорее всего, начну еще в партнерство с парой сервисов. Когда ты просто, ну, не то, что рекламируешь, а просто говоришь о сервисе, который реально классный, ты сам пользуешься, это выглядит, во-первых, органично, во-вторых, полезно. Я считаю, что вообще реклама должна быть полезной. А когда у тебя промокод позволяет людям сэкономить, получить какой-то бонус, ну, это вообще классно. То есть, у меня по LiveDune, по-моему, 14-15 тысяч активаций моего промокода. То есть, это много, и это все, как бы, дает какую-то копеечку. И так как я, в принципе, строил блог всегда не на принципах заработать здесь сейчас, а делать то, что мне нравится, а потом когда-нибудь, скорее всего, это монетизируется, оно вот дошло в этом году до момента, когда оно начало монетизироваться по полной программе. Я буду вводить Paywall. Я его уже, ну, мне его команда как раз-таки доделала, и сейчас они его должны запустить, но просто у меня нет времени на это. То есть, я буду уходить, ну, в закрытые медиа, которые я хочу вот как раз-таки растить через ценность контента. Платно-сообщество? Ну, не платно-сообщество, платно-контент. То есть, сообщество, скорее всего, я не хочу развивать такой, типа, нетворкинг, все остальное, слишком много. Я буду развивать платный контент по принципу того, что, ну, типа, Патреона, да, только в своем блоге. И, ну, вот мне нравится, что делает Нью-Йорк Таймс и все остальное. Я верю очень сильно в эту модель, потому что рекламная модель монетизации имеет очень, ну, понятный потолок. Ты не можешь делать, типа, 60-е, по 100 месяцев. У тебя всегда понятны. А здесь у тебя каждая статья является, по сути, не просто инвестицией, ну, ты можешь начать продвигать материалы и зарабатывать на этом. Ты можешь инвестировать в ресурсы, как раз-таки, опять же, в создание. Ну, то есть, все меняется с экономикой. И я посмотрел, что в России, как бы, с платными медиа не особо густо, ну, то есть, их мало, с маркетинговыми медиа тоже немного. И я хочу попробовать эксперимент такой. То есть, да, он требует каких-то инвестиций, но, в любом случае, я готов на них пойти. Даже если провалится, будет охрененный кейс. Я вообще ко всему в своем блоге отношусь. Попробуем. Если будет хорошо, будет кейс. Если будет плохо, будет кейс. Ну, то есть, чего бы нет. Мы с Семеном, ну, стартовали второй сезон подкаста «Продажные блогеры» и решили абсолютно все деньги рекламодать и инвестировать в продвижение подкаста. И все конспектировать, и в итоге второго сезона запилить кейс в том, как мы потратили сколько-то там денег и получили какие-то результаты. То есть, в принципе, продвижение подкаста – это тема, которая, ну, она не имеет решения с чего дня. И мы хотим попробовать, типа, все. Ну, то есть, есть ресурс, почему бы нет. И к этому медиабюджету относимся вот именно как к тестовому. То есть, да, это будут достаточно большие деньги. То есть, мы потратим, наверное, до полумиллиона. Возможно, больше, в зависимости от перевокомодателей. И очень хочется остановить, на что получится. То есть, и в целом, в блоге я всегда так люблю экспериментировать. Поэтому, да, блог позволяет зарабатывать, и зарабатывать хорошо. А можно перечислить, хотя бы, из 15 позитий, что там, ну, помимо, как ты уже назвал, включение, консалтинг? Ну, реклама в разных источниках. То есть, отдельно разношу, допустим, Телеграм, Инстаграм, подкасты, те же, ну, консультации, аудиты, стратегии, реферальные программы, амбассадорства, рекламные контракты, ну, это так отношу, какие-то там другие, допустим, как подборка «Черной пятницы». Потом курсы разные, выступления, ну, вот, допустим, как сегодня. Так, чего там еще я забыл? Чего-то еще точно забыл. Так, а клиенту ты ведешь? Нет. Ну, то есть, я давно руками ничего не делаю. Я очень боялся как раз-таки уходить из агентства, чтобы не терять экспертизу. Ну, то есть, я держался, в принципе, за последнего, потому что ты участвуешь в реальных проектах, да, ты не делаешь, ну, ладно, создавать контент, мне кажется, уже нет необходимости, но ты управишь командами. Я боялся уходить, но потом понял, что я могу оставаться в струе практики, просто делая аудиты и делая стратегии, и интегрировать эти стратегии в бренды. Если с стратегиями в последние, там, несколько месяцев, ну, скажем так, не то, что не задалось, я просто их не беру, потому что некуда, то аудиты залетают регулярно, а аудит, в моем понимании, ну, я, допустим, делаю анализ за полгода всего, и большая презентация, в которой я разбираюсь очень глубоко со статистикой, 40. Ну, так, и, ну, скорее всего, буду повышать, ну, в зависимости от объема аудита. И ты ищешь, ну, во-первых, ты ищешь проблемы, которые тебе закидывают, типа, не посмотрите, что у нас там, а что у вас не так, давайте разберемся, почему-то не так, и что делать, чтобы было так. И, фактически, ты берешь опыт другой компании, которую тебе полностью весь дают, по D&D и все такое, и за полгода разбираешь его. То есть, у тебя есть реальный проект, который ты выбираешь всю практику, и на основе своего опыта понимаешь, как можно было сделать по-другому, и как это делать. Когда аудит заходит, допустим, тебе еще раз через полгода, ты смотришь, как эти решения сработают. Разовы в месяц? Разовы. Ну, то есть, ты сделал, отдал, провел консультацию, объяснил. И вот это очень вообще помогает. Ну, то есть, когда ты, допустим, разбираешь аккаунты на 300-400 тысяч аудитории, а я маленький не беру, и видишь, допустим, как переход с двух постов в месяц, ну, с двух постов в день, с точки зрения трафика на сайт, с точки зрения количества конверсий, с точки зрения органического трафика, охватов, ну, а тебе не надо, то есть, вот, ты и получил данные. То есть, по сути, те выводы, которые ты мог получать из реальных проектов, ты получаешь в аудите. И, как бы, это очень помогает оставаться в трое. Понял. Есть ли у тебя какие-то примеры качественного блогерства в теме СММ-маркетинга? Кого ты сам, может быть, там смотришь? Я. Ты знаешь, я очень пытался себе активно найти кого-нибудь на Западе, чтобы, так сказать, вот, классно. Ну, как ты знаешь, когда ревиз? Потому что его многие как-либо... Кто? Когда ревиз, знаешь? В Инстаграме? И он делает карусели. Да, он, ну, такой, типа, мотивационный лайф-коуч, но при этом у него диджитовое направление. Я терпеть это не могу. Я не воспринимаю такую мотивацию. Я в контенте хочу видеть глубину. То есть, мне вот все поверхностные какие-то советы, какие-то, типа, как продвигать личный блог, и пошли там пять советов. Я, ну, во-первых, там ничего нового для меня вот давно нет, и вот с точки зрения себя, как специалиста, чтобы читать, мне неинтересно. Я подписан, наверное, десяток создателей каруселей на Западе, чтобы посмотреть, что они просто делают. И я понял, что они вообще не прогрессируют, они делают в большей степени дизайн, который расшаривается. На темы очень попсовые, назовем это так. И за счет этого набирают аудиторию. Мне это вообще не нравится. Я на старте, как бы, еще в прошлом декабре, начал делать похожее. Понял, что я деградирую в контенте, и отказался от такого формата, и ушел в свой. И он мне больше прикалывает. То есть я сейчас ищу какие-то свои там связки, но глобально я рассматриваю, допустим, те же карусели, как возможность визуализировать историю. То есть не как возможность сделать какую-то красивую карусель, а вот визуализировать то, о чем ты говоришь. Показать примеры, показать, как это работает. Плохо, хорошо. Ты придумал первое, ну, начать, как, в странстве? Да нет, наверное. Или историалинство. Ну, я бы, наверное, не сказал себя первым. Я один из первых точно начал. Но, допустим, мы в Сепперс начали делать карточки, так называемые, раньше. То есть мы их начали делать тоже летом того же года. Но карточки не совсем, ну, то есть это не карусель. То есть это, по сути, очень похоже, но немножко другое. Наверное, с точки зрения СМО, я один эффект применил, возможно, не первый. Потом начал очень много народу применять, потому что я регулярно делился тем, как это эффективно и классно работает, но... Он их нельзя продвигать в кабинете. Ну, через кнопку продвигать работает. Крусель же вроде не дает. Не, он дает. Я, в принципе, тройнул. Да, они очень нормально могут работать, но просто там те же списки работают. Я их не особо люблю делать. И мне прикольно работать с текущей аудиторией и делать так, чтобы их начали шерить. То есть я, в принципе, называю это слайд под репост. Ну, или там слайд на конференцию под фотографию, когда тебя хотят, типа, люди читают жопой. Все фотографируют. Все это, это тебя отмечает в сторис, потому что смотри, как прикольно. Ну, вот когда ты делаешь такие штуки, так как тебя, допустим, читает аудитория маркетологов, у них, скорее всего, тоже есть друзья маркетологи, они депостят, и таким образом прирастают. И поэтому посты, в принципе, в карусели, вот тот же пост правового агентства, он тысячу с копейками аудитории привел. Ну, я их очень редко делаю. По статистике подписчиков? Да, ну, по статистике поставки. То есть он как бы приводит больше, но просто учитывая только такое. У тебя открыт аккаун, да? Да. Я вообще считаю, что если ты гордишься своим профилем, ну, контентом, тебе за него не стыдно, то он должен быть открыт. То есть закрытый обычно делают те, кто считает, что их контент хуже, чем они о себе могут рассказать. Поэтому я всегда топлюсь за открытые профили, и, ну, как бы так сам и поступаю. И вот карусели, они прям прикольные. Но, опять же, из-за того, что на Западе реально берут одну проблему очень поверхностную, и вот ее просто красиво рассказывают, я не могу найти никого. Ну, то есть есть Мэтт Навара, допустим, он прикольно, я его свяжу за Твиттером, просто как агрегатор новостей западного диджитала. То есть я считаю, что он делает примерно то же самое, что делаю я локально. Иногда где-то он быстрее, иногда где-то я быстрее. То есть я не считаю его первоисточником. Вот. А так, ну, глобально реально нет. То есть в целом я честно скажу, что в Инстаграме читаю очень мало маркетологов, потому что я даже не знаю почему. В Телеграме я подписан типа на все. Вообще. Вот я был в какой-то... У меня... Я достиг лимита подписанных каналов. То есть их 500 можно. И оказалось, что он существует. Я на него подписался. Я сейчас отписываюсь постепенно. Исключаю какие-то профили, которые мне там вообще неинтересны. Но в целом я считаю, что надо читать все, и тогда ты будешь, ну, если ты успеваешь, в инфоповестке. То есть тебя наверняка тоже постоянно спрашивают, типа, а что почитать? Там пять профилей, которые почитать. Телеграм-каналы, которые начать читать. И вот у меня такой диссонанс внутри. То есть я считаю себя опытным специалистом, который читает реально до хера. И если я могу читать много, почему новичок считает, что он должен читать там три или пять, и ему этого хватит? Нет. Он должен, наоборот, жить с широко раскрытыми глазами, и там через полугода поймешь, что вот этот канал плохой, потому что он, допустим, пишет, делает репосты или ворует контент. А вот этот хороший, потому что тут есть глубина. И он сам на этом научится. А вот этот топ-5 и все остальное, у меня этот вопрос больше негативит, честно говоря. Не знаю, как ты к этому относишься. На меня прям, типа, все читай, чум нет. Реально, у меня такой совет. Сколько ты денег вложил со старта блога? Ноль. А, со старта? Ну, я в этом году попробовал немножко попродвигать. Потратил, наверное, тысяч сто на какие-то там эксперименты старты. Ну, там, типа, там, с диплинком лучше работать, допустим, реклама или без такие эксперименты. А глобально вообще не рекламировал. Ну, то есть у меня... Чисто на контакте, на органике? Да, плюс у меня же сайт, и он... Иги его ничего не купил. Вообще никогда ничего. Который сейчас 30 с чем-то, по-моему, да? В инсте? Да. И это все органика? Да. Ну, во-первых, я его веду, ну, хотя его веду, типа, активно, наверное, полтора года. Тут надо понимать, что... Это мне не верит. Ну, не могу такого. Ну, я серьезно. То есть, опять же, у меня есть блог native.ru, который имеет... Ну, во-первых, я занимался активно СМО, и у меня, допустим, мой инстателеграм-канал, он полностью, я вообще не 0 рублей инвестировал в его развитие, а он, типа, 65 тысяч аудиторий, 61, не помню. Инста тоже, как бы, раньше на нем росла, плюс там конференции, выступления, что-то еще такое. Бурный рост начался, вот, когда я ушел с Этерс, я начал заниматься контентом, я начал заниматься каким-то продвижением. Реально, Таргет в этом году потратил, там, типа, в апреле закончил тратить суммарно 200 тысяч. Было какие-то пару таких тестов для кейса Stories Gain. Ну, там, мне кажется, Stories Gain классный сервис, но он не подходит для маркетологов. Ну, то есть, для маркетинга аудитории, потому что там широкая аудитория привыкается хорошо, а нам сложно найти. А там были какие-то посевы, типа, там, 15-20 тысяч пару раз. Ну, это дало очень мало аудитории. Все остальное, ну, только органика. Получается, у тебя основной трафик, трафик доза, блога, который всегда... Ну, даже в этом году это просто контент. То есть, посты хорошо расширятся, неплохо рекомендуется. Ну, как бы, вирусных хватов у них нет. Это как раз репосты, и кто-то друг другу отправляет. То есть, в принципе, я понимаю, что если я делаю хорошие посты, они могут переносить до тысячи аудитории каждый раз. Вот, поэтому, ну, только так. Чем будешь заниматься в ближайший год? Я видел, ты сейчас активно курсы твои запускаешь. Я хочу максимально быстро закончить развитие курсов. Ну, это важный момент. То есть, я, наверное, долго решался. Я, наконец-то, решил все свои, скажем, внутренние дилеммы относительно контента, который я должен создать, чтобы мне не было за него стыдно. И, допустим, для тех же новичков я не хотел делать курсы принципиарью. А потом мы вот с Женей Мокидом сделали, ну, делаем сейчас продукт, который больше про маркетинг, чем про то, как настроить инстапрофи. То есть, мы про это вообще не говорим. Типа, как изучить интерфейс, ты начнешь в интернете и плевать. Вот, поэтому с курсами я хочу разделаться как можно быстрее. Мне не так много осталось. У меня фокус. Я в этом году хотел сделать очень много контента и очень много не сделал, потому что влекся работой. Я хочу как раз вернуться в контент. Я хочу сделать большой проект на Пайболе. Он потребует очень много сил, на самом деле, на создание контента. Ну, окей. Это один из главных фокусов. Второй фокус – это Мэйв. Соответственно, наша подкаст-платформа. И моя внутренняя цель – сделать ее, как бы, задающий стандарт отрасли. Для того, подкастинга, для рекламной индустрии. То есть, туда уйдет много ресурсов на продвижение. Соответственно, я, по сути, руководитель рекламы. Типа, у меня нет отдела, конечно же, но мы – это стартап. Я занимаюсь продвижением. Ну, а дальше, ты знаешь, наверное, не буду загадывать. То есть, типа, в этом году я не планирую большую часть того, что я сделал. А то, что я планирую, я большую часть не сделал. Я буквально в самолете летел, подводил внутренние итоги и насчитал 29 пунктов, которые я хотел сделать в этом году. Я сделал 7. Ну, именно, с точки зрения блога. То есть, я хотел сделать миллион трафика в месячной аудитории на моей экосистеме блога. Я, типа, упал относительно прошлого года, потому что я мало делал контента. Я хотел сделать много всего и, как бы, не смог. Хочется заниматься этим. Последний вопрос, в честь от меня. У меня, знаешь, отразилась как-то странная идея ехать, отучиться в борт-хабс-центрах на Массе. Задумывался ли ты о зарубежном каком-то повышении квалификации? С одной стороны, задумывался. И мне дико нравится, что делают креативные рекламные агентства Европы и Америки. Это прям восторг. С другой стороны, во-первых, конечно, надо потянуть язык. Я, как бы, англистия шпрехаю. Но это с проблемами. И для комфортного изучения надо, конечно, его подтягивать. Но это нет времени. У всех, я думаю, такая отговорка. Но у меня его фактически нет. Это первый момент. Второй момент. Я, честно, словил себя недавно на мысли и весь год плавлю себя на том, что я, по сути, нигде особо не учился. То есть у меня нет профильного маркетингового образования. Я самоучка. Я сходил в своей жизни на одни курсы по СММ своего знакомого, чтобы просто, ну, типа, позвал. Я пришел, говорю, я все знаю. Ну и ушел. И написал ему отзыв. Потом я ходил на ИКРУ, на основной курс. Могу рекомендовать. Прекрасная вещь. По креативу, по стратегии. Оффлайн. Москва, Питер, Минск. Прям дорого, но классно. И сходил еще на один интенсив ИКРЫ, но так его не досмотрел. Ну, типа, я тоже посмотрел первые пару уроков. Сказал, я все знаю, значит, правильно, все прекрасно. Я, наверное, сходил на Креатив. Какие-нибудь классные курсы. Ян же сейчас делает как-то Креатив. Сташкевич? Сори, но как бы не ему меня учить по Креативу. Скорее всего, это Британка или что-то похожее. То есть там есть стильные курсы и преподаватели, которые... Ну, вообще, я мечтаю внутренне о Канцких Львах. Креатив или дизайнер? Нет, у меня дизайн... Как бы я понимаю, что я не дизайнер вообще ни разу. У меня именно Креатив. Мне очень увлекают изящные решения очень каких-то проблем, которых люди не знали. И поэтому я обожаю Канцкие Львы. Я мечтаю их когда-нибудь выиграть. То есть очень внутри хочу. То есть реально моя мечта. То есть вот типа цели... Рекламный ролик? Ну, тут не рекламный ролик. По сути, то есть на Львах же ты презентуешь шоу-рил, шоу-кейсовый, а рекламная компания. У меня даже есть одна идея. Я ее готовил раньше для другого проекта. Возможно, я подготовлю для своего блога. Хотел ее в этом году реализовать. Но она такая потенциальная, имеет какой-то шанс на что-то. И, короче, я хочу думать в этом направлении. То есть очень хочется развиваться в креативе. То есть в эту сторону. То есть стратегия все понятна, с брендами интересно работать. Но вот креатив это как раз та штука, которая в сути не имеет границ. То есть это, мне кажется, самая интересная штука. И у нас ей учат, но скорее вот школа более богатая. На Западе просто в причине того, что там тупо больше денег. То есть российские бренды не могут позволить себе инвестировать столько бюджетов, как снимать тот же Nike рекламу. Ну физически нет таких возможностей. И, допустим, я приехал из Минска в Питер, потому что в Беларуси бюджетное СММ очень большое. Это 150-180 тысяч. Это единицы могут себе позволить. Это месячные. В России, ну, это не самые большие деньги. Есть бюджеты кратно больше. Это только наведение. Без рекламных бюджетов. То есть и развернуться, соответственно, больше есть возможности. Это одна из причин, почему из таких локальных рынков переезжают на более глобальные. Поэтому поучиться, да, наверное, хотелось бы. Но все, что я, наверное, вот так вот видел, ну как-то я как будто этому не верю. То есть какие-то конференции, какие-то вот интенсивы, то, что я натыкался на английском языке, очень все поверхностное, очень все банально, очень все очевидные вещи, которые подаются, знаешь, такие, я вам сейчас расколоюсь и к этому. Ну, это обычная бизнес-литература американская, которая прекрасно все, мы ее знаем. Поэтому, да, наверное, когда-нибудь хотелось. Я чувствую большую проблему в том, что как будто я сам не занимаюсь собственным развитием именно вот чужого опыта. То есть я постоянно всему учусь на собственном опыте. Это, конечно, классно. Но долго, да. Вот если как бы ускорить и куда-то там влететь, тем более ресурсы позволяют, да, хотелось бы. То есть это я полностью поддерживаю. Ну и в принципе заниматься собственным развитием, это очень пело. Ну, пожелать что-нибудь людям, которые охотят за интервью, достаточно интересно слушать. А что желать? Ну, на мой взгляд, вообще самая классная вещь в профессиональной деятельности, это когда твое хобби становится твоей работой. Нет, не так. Хобби, когда становится твоей работой, это жопа. Обычно все страдают от этого. Когда хобби начинает монетизироваться и позволяет тебе заменить работу. Вот мой блог в итоге таким стал. И позволяет мне кайфовать. Ну, то есть, да, есть проект, который мне не хочется, допустим, делать, но я их делаю. Но глобально я сижу за компом по 15-18 часов в день не потому что мне надо, потому что я сам хочу, и по-другому не получается. И вот желаю всем найти их дело жизни и заниматься его развитием, чтобы оно приносило хороший доход. Спасибо.